Сегодня в общероссийской базе вакансий всего 94 рабочих места, которые 22 анапских работодателя готовы предоставить студентам для стажировки. Этого крайне мало необходимо вовлекать в процесс подготовки квалифицированных специалистов реальный сектор экономики, отмечает Екатерина Боровская. И это мнение полностью поддерживают те, кто непосредственно готовит новые кадры. Вырастить настоящего профессионала поможет дуальное обучение. Обучение, при котором теорию дает СУЗ или ВУЗ, а практику – на рабочем месте. Предложение лицензировать на базе предприятий учебные центры. В рамках практики мы можем только немножко познакомиться, потому что практическое обучение, оно все-таки ограничено по времени. А если мы заключаем договор на дуальное обучение, и теоретическое только у нас, а все практические занятия будут проходить на предприятии, это, конечно, значительно подготовит именно студента к реальной экономике. Мы сейчас заключаем договор со Сваенским домом, это строительная компания. В гостиничном сервисе это Локвитязь, мы хотим так поработать, это Аквамарин, это Деламапа. Расширение базы для стажировки позволит решить и проблему неформальной занятости. Сегодня немногие работодатели стремятся оформить трудовые договоры с молодежью. Здесь тоже должно быть типа квотирование для молодых людей на период практики, потом трудоустройство. Потому что это же будущее, действительно, у нас получается, что я предприниматель, я в Тихомолку взял этого же молодого человека, плачу ему, извините, вот этой черной кассой для конвертика, и все, и не несу никакой ответственности. Тут надо как-то вот нам поработать еще и в правовом поле, чтобы его поддвигнуть к этому, подтолкнуть к этому. Можно взывать к совести, а можно создать правовую основу, где будет прописан муниципальный кадровый стандарт и обязанность ведущих предприятий участвовать в развитии кадрового резерва. Должна быть разработана программа «Кадры Анапы» с учетом того, что у нас открываются новые предприятия, будут созданы рабочие места, и мы, предприятия профессионального образования, должны обеспечивать эти организации работниками. То есть мы должны понимать, как нам планировать выпуск специалистов на текущий период и на перспективу. Дискуссия получилась не только интересной, но и крайне полезной. Следующим шагом станут конкретные поручения всем заинтересованным службам.